На Амурском судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре состоялась церемония спуска на воду многоцелевого аварийно-спасательного судна Керченский пролив и грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома Василия Щепков. Вывод в наливной бассейн сразу двух заказов происходит впервые в истории завода. Это стало возможным благодаря ударному труду коллектива амурских корабелов. Паром Василия Щепков строится даже с опережением графика. Паром, вот буквально летом мы здорово на нем поработали. За слуга не только моя, что меня наградили, за слуга всей нашей бригады, с кем я работал. Хорошая команда у нас подобралась. Работали упорно. Василий Щепков уже второй паром, построенный в Комсомольске-на-Амуре. Его длина 131, ширина 23 метра. Он способен перевозить свыше трех десятков железнодорожных вагонов, автосоставов, а также легковые автомобили. Пассажиры вместимость 200 человек. Солидные размеры заставили амурских корабелов творчески подойти к процессу строительства. Паромы строились не в продольном исполнении, а поперечный. Выводили каждый полукорпус на открытый стапель, их всего 8, и формировали уже на открытом стапеле. Новые проекты требуют модернизации мощности предприятия. Работы в этом направлении уже начались. Сейчас мы меняем крыши, полностью остекление в цехах, устанавливаем новейшее оборудование. Все оборудование уже находится сегодня в цехах. В ближайшее время планируем смонтировать его на напольное покрытие и запустить новые линии. Это нам даст возможность сократить время на постройку новых кораблей. Работы у амурских корабелов много. В день спуска на воду двух гражданских судов в Японском море вышел на третий этап заводских ходовых испытаний корветт «Алдар Сиденджапов». На стапелях предприятия идет монтаж дизелей на четвертый корветт. В этом году заключен контракт еще на шесть таких боевых кораблей. На подходе и дополнительные гражданские заказы. Сейчас завод борется за заказ на постройку трех аварийно-спасательных судов такого же класса, как сегодня, был спущен на воду. И мы будем помогать заводу. Это дополнительная загрузка, дополнительные деньги. В церемонии увенчало традиционное крещение по православному обычаю с молитвой о долгой и благополучной службе кораблей на благо людям. У каждого нового гражданского корабля есть своя крестная мать. Мария Рузанкина трудится на заводе судовым маляром. Сегодня ей выпала честь породниться с аварийно-спасательным Керченским проливом. У меня большая гордость за построенные нами корабли. Так как мы их строим сами, рабочие и производственные, своими руками, то есть это прям большая гордость и честь, что я сегодня именно крестная мать. Кульминацией праздника стала вполне светская традиционная церемония. И судно-спасатели паром получили благословение от своих крестных матерей. По окончании достроечных работ паром Василий Щепков будет трудиться на переправе Ванино-Холомск. Аварийно-спасательное судно ледового класса Керченский пролив отправится в высокие широты российских морей.